красивая природа замечательные животные небольшая ферма кажется много ли человеку нужно для счастья но главное нужно это счастье сберечь сохранить и как справляется с этим наш герой мы сегодня расскажем история крымского фермера эдама кемалова непроста как и его нынешний труд связист и воемщик в прошлом ставший чабаном по воле судьбы также по воле судьбы он стал и полноценным фермером некогда в перевальном был колхоз где кроме всего прочего разводили и овец и свою первую отару как чабан наш герой получил именно здесь после развала союза развалился и колхоз на его месте появилось частное хозяйство но и она со временем канула в лету и тогда среди этих почти уже руин эдем кемалов увидел шанс построить что-то свое выкупил старую ферму арендовал часть окрестных земель и начал разводить животных сначала овец потом коров и коз и теперь спустя почти четверть века ферма живет есть животные и есть работа но почему-то вновь становится непросто беречь свое нехитрое деревенское счастье у нас семья шестеро детей четыре пацана и меньше девочки двое родился в 59 году это считайте не так скажем и я так сам по себе прикидывая 45 война закончилась это 59 это не так и долго бы разница небольшая на то время были конечно у всех сложности это надо было выживать хозяйство было огород скотина но дети возить в воде как бы занимались внутрь по хозяйству и траву косили в хлопковых полях ходили пошел учиться в ташкент вообще я сам эвэмщик но тогда это была специальность я тебе дам потом служить ушел еще 18 не было служил я связистом радиотелефонистом как бы тоже там спецсвязь в питере я служил как бы служба была интересная очень это был афганистан я же после армии еще до учился и внутрь и начал держать надо было куда-то сбывать тогда 6 была шкура была востребована ну смотрю это копейки но попросил этому кого шкуру задаю гор ты научи меня ну я-то и начал полностью и разделывать и шить шапки как бы и за неделю я заработал большие деньги в мщик начал шить шапки ну да не я и обслуживал а т.с. и кстати ну а потом что-то смотрю родители все время рассказывают про крым но я как-то приехал отдохнул в крыму годом раньше потом думаю наверное я поеду хоть еще что-нибудь сделать для родителей хотя бы ну потому что они очень скучали очень у них то в это время яблоки цветут потом в это время они спеют фундук собирают там поле но все вот это чаир ходят то делает это ностальгия до такой степени но потом я приехал короче говоря восемь втором году а здесь это тяжелые времена были тогда ну это не для кого уже не секрет наверно меня как узнали что я крымский татарин взяли паспорт порвали выкинули пришлось уехать обратно в среднюю азию потом еще попытка и во второй приезд даже получилось устроиться на работу в керче на рыбзавод радистом выходил на сейнере в море ловить рыбу и держать связь большой землей но и в этот раз недолго получилось оставаться в крыму история повторилась снова ташкент восстановленный паспорт и новый билет в крым скорее вернуться чтобы на этот раз осесть здесь перевальном ну устроился на пастухом и ушел в горы все избавился от этого всего что меня никто не видел ну вот так я три года ходил в горах мы пасли на том платье на чатардах и кораби яйла здесь и там после весной там зимой тут до базы до последнего и вот получалось потом когда уже развалился ну тогда было самое интересное когда уходишь горы и но кушать сами знаете что возьмешь ты на 10 дней на 12 дней это долгий период тяжело очень и вот собачка у меня была пират если вы наверное это слышали это все и вот она рано утром куда-то девается и приносит зайцев рано утром девается у вот только рассвет и приносит думаю как это все охотники жалуются что у них собаку не догоняет а это догоняет и думаю дай прослежу оказывается утром рано поросе у зайца ноги скользят и вот он берет приносит а он орет ужас ну я беру а соответственно потихонечку разделываю этого зайца на вертело подсолил пожарил поделил пополам половина ему половина себе как бы нормально то это если вам рассказывать но можете представить месяцами жить в горах и с рюкзаком одним что может быть там сюда пригоняли овец за одессы даже говорят с болгарии гоняли сюда овец на наше плата раньше отара овец были огромными в них могло насчитываться несколько тысяч голов и чабанам конечно приходилось подстраиваться под их режим дня например в летнюю жару днем отдыхать и спать в тени а ночью двигаться сатары туда где трава вкуснее когда мы приехали на съемку к дему вибиевичу само собой его отара ушла с пастухами на долгоруковскую яйлу на ферме осталось совсем немного животных вот здесь у нас овечки ну правда они сюда ночью на код заходит вот здесь эти кормушки мы их здесь кормим и внутри кормим вообще у меня в атаре их пять пород это карабахская безухая потом цигей романовская гисар и меринос вот эти пять пород но делаю свою селекцию как бы скрещиваю потому что здесь у нас предгорный района но он тоже очень такой шатки тяжело с барашком тяжело с черной головой вот она это карабахская безухая просто она помешанная поэтому ушки еще есть но в основном это уже по росту по всем параметрам подходит карабахской безухой низенькие ножки вроде бы да она меньше их всех и они по горам легко лазит и они оказываются здесь еще до того как завезли цигеев они здесь были и отсюда и они туда и из кавказа сюда вот они как бы ходили перемещались вот почему они здесь приживаются лучше всех именно в предгорном районе а что вот безуха они прям действительно без ушей до абсолютно нет ушей абсолютно это с годами они в горах вы мерзали видать и исчезнет ушей у них вообще нет так природа позабо да не ну вот например вот эти романовские у них постоянно уши мерзнут вот они окатились если ты не успел вовремя если сама не замерзла то уж и точно отпадает но это видать вот природа так и сделала в горах то холоднее я сам лично на новый год только ворачивался я еще при колхозе чабанова я 31 декабря вернулся с гор когда я пришел под новый год у них барашки были как фанера но худые а у меня была выбраковочная отара сказали ты как бы первый год чтобы как бы мы не попали вот мы будем его выбраковывать но я пришел 31 декабря они посмотрели на эту отару там самую элитную вроде сдали моя осталась они почти все подвойне привели нас собирают каждый год весной почти летом и начинают рассказывать что это шерсть оказывается стоит 50 рублей я говорю откуда берется цена потому что вам так выгодно вы же поймите ее цена не 50 рублей я за стрижку отдаю 100 рублей ну грубо говоря 3 кило 90 рублей и по 30 рублей они берут по 40 рублей по 50 это элитная шерсть у них а какой смысл его сдавать скажите вот у меня тонна шерсти 2 тонны 6 3 тонны шерсти приходится сдавать а что делать она во первых мусор кругом куда ее девать а если раньше мы при совхозе обоновали извините может быть стыдно будет женщины кто стригли они везде это шерсть пихали чтобы домой унести вот пожалуйста килограмм шерсти стоило 8 рублей зарплата была 60 70 здесь у меня вот семечка ячмень овес все вместе сена вот она они сена если честно почти не едят потому что когда есть зерно им это меньше всего надо комбикорм накрыты это накрыто голуби очень страшно но здесь что-то ужасно да они налетают все здесь ужасно здесь зерно у меня вот в этих биг баках овечка нормально и на подножном корме прибавляет но это подкормка зимняя в основном летом-то она пасется также и коровы принципе можно и посадить их на скажем найти корма биокорма или как их там назвать можно тоже самое делать но тогда знаете она себестоимость сильно увеличивается мясо дорожает и в то же время вредишь окружающей среде эдем вибиевич говорит что овечки с козами уживаются отлично поэтому и ходят пастись по еле вместе но одна козочка пока на ферме присматривать за своими недавно родившимися детенышами и вот от роду два дня может вот этой вот этой 3 вот они все по два дня вот это вчерашняя вот здесь козуля она очень кстати красивая вот давайте гляньте на нее на эту красоту переживает не знаю может быть для меня это так красиво а вы имена им даете имена попозже пока рано козы же это такое они очень чистоплотные они знаете своеобразные они не могут чтобы было грязно чтобы не уважение к ним они а заниматься ими я не могу и овцы и козы тяжело поэтому теперь надо отделил я их но все равно пасутся вместе а так хочу уже оставить только барашек вот такой маленький козленочек скажу мне всего пару дней очень любознательный малыши это всегда самое прекрасное в нашей работе до дэмби бича вы как малышам относитесь ну как вы думаете как можно если ты к ним относится ненормально то и здесь сделать тебе нечего в этом вся суть из этого всего животноводства ну нельзя и заниматься и не любить конечно как это может быть это с детства должно быть у человека мне кажется надо его отпустить потому что он боится не не он не боится он хочет ласку добавить молочком а где ее взять следующий этот будет поспокойней какой закузами уход нужен вот особенный какой то но особенный то что они вот окатились их надо обязательно отделить они очень агрессивны и некоторые конечно не все многие агрессивны они просто бы кусают его кит если это чужой ребенок корову надо чтобы кто-то помог 했는데 обязательно обязательно кто-то должен пасти кто-то должен отделять кто-то должен чистенько подоить если это все грязно ну нет это так не пойдет и просите сырые брынзы. Я делал в свое время еще при колхозе, когда пас, я сам делал брынзы. А вот кто был на ферме, так это коровы. На прогулку они тоже ходят. Но недалеко. По горным каменистым тропам им не забраться. Но тренировки на свежем воздухе никто не отменял. У нас фермерское хозяйство, значит, должно быть все. И коровы, и козы, и барашки, и лошади, и все. У меня же и верблюдица было. Забрали в Айпетри. Они не работают, вроде как они с ней обходятся. И ламы, и павлины, как бы все практиковали. А корова это как бы основное, что нам... Да и кроме того, мы как-то... Уже надо же как-то легализоваться. Потому что столько земли в этом месте содержать, это сложности очень серьезные. Как бы мы ни хотели, но все равно есть какие-то защитные моменты. Вот и господдержку получили. Именно на коров был грамм. Да, 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 на коров. Это и мясо, и молоко. Тем более я с санаториями плотно работал. Чтобы у меня было всегда... Они звонили мне и в 12 ночи. Это значит опять, скажем, нужно мясо. А мясо, когда свое, и ты знаешь, чего оно стоит, проблем нет. И людям нравится. Вот так мы как бы и обзавелись коровами. Ну, а потом уже земля вот как бы тоже здесь под носом. Сейчас мы их подкормили сеном. Ну, и немножко прогуляться им надо. Потому что очень важно, корова, которая стоит, она, во-первых, больше болеет. Ходит туда на полигон. С полигоном у нас свои договоренности. Как бы нормально, проблем нет. Ну, там они прошлись, кто что нашел. Ну, сейчас уже это вот зеленеть начинает. Поэтому, а так-то зимой там, конечно, делать нечего. Понятно. И в ветреное время там вот эти лесочки прикрывают от холода, чем стоять просто так. Там кто-то прошелся, кто-то водички попил. Здесь в основном пастьба у нас. Основная проблема – это пастьба. И ночное время эти окот, чтобы не воровали, здесь у меня и с этим проблемой. Сейчас вроде бы успокоилось, а было время, когда и лошадей уводили, и коров уводили. Поэтому ночное время охрана. А дневное – вот это сейчас сено, вот 2-3 человека раздали. В основном своя, как бы, семейное дело. У нас 15 членов фермерского хозяйства. Это в основном все родственники, дети, как бы. Вот что касается, скажем, фермерства. Вот хотели поставить магазин здесь по долине. Оно востребовано. Здесь проходняк хороший. И тем более я знаю, что это такое. Потому что мясо, вот, например, товар, который мы ввозили в Алушту, скажем, по санаториям, всегда востребовано. Ну, сейчас немножко изменилось. Может, много, скажем, зашли других, как бы, поставщиков. Поэтому мы где-то относимся с пониманием. Ладно. Ну, вот, что касается самого простого. Вот поставить на трассе небольшой магазинчик, чтобы именно с нашим товаром, с крестьянско-фермерским. Вот, например, баранина. Например, даже вот сыры, брынзы, молоко, мясо, например. Ну, наше, свое, абсолютно. Вот взял этот, уже землю купил. Вот, представьте себе, начал чистить, прилетели. Оказывается, они там хотят поставить свое торговую точку. Ну, вот, что хочу сказать. В 2019 году дополнительный закон уже вынесли, чтобы снова, в первую очередь, крестьянско-фермерскому хозяйству. Выделять неочередное, если позволяет это место, землю. Опять, вон, уже просим, уже десятый месяц, бесполезно. Что же нужно Крыму? Эдам Вибиевич говорит, больше ферм и садов. И своим словам не противоречит. Уже давно есть ферма, а теперь есть и небольшой сад, который наш герой создавал по аналогии со старинными крымскими чаирами. Чаир, вообще, если вот, где в основном люди жили, это после, где вода, все это, а земли-то все было мало и запрещалось. Там где-то зерновые были, где-то, ну, в основном, кто жил, понятное дело, как сейчас в городе, да, места мало и надо что-то делать. Выращивать, кушать-то надо. Тогда не было такого, скажем, изобилия еды. И вот они уходили в горы, разрабатывали какой-то участок земли и выводили, кто как может, свои сорта. Люди отдельно этим занимались. И получались вот эти чаиры. Дедушка мой покойный говорил, вот у меня там был чаир, там в Бахсарайском районе, да, чаиры. Да, много было чаиры. Да, и вот у него были там яблони, груши, черешня. Вот это все как бы у меня в голове как бы устоялось. А потом, думаю, наверное, уже время пришло оставлять. Надо садить деревья. Да, надо сажать. Нет, деревья, жизнь, столько бы она сажал. И вот, думаю, надо оставить память. Потому что, во-первых, эти чаиры все высыхают, их уже почти что нет. Там по 300 лет есть деревья, и больше, и меньше. Поэтому вот в Крыму по чаирам стал собирать вот эти саженцы. Ну и получилось 60 сортов я собрал. Это в основном груша здесь? Нет, яблоки груши. Яблоки и груша. Пополам, да. Вот это, например, груша тоже. Если, вот видите, она только первый год начинает, и то это все надо сейчас буду делать. Наконец появляются зеленые листочки. Да, это цветочки. Но это будет срезаться, сейчас буду обрезку делать. Здесь-то я уже успел обрезать. Вот эти, скажем, вот эту часть, вот можете увидеть. То это опять груша, это яблоко, это, наверное, кандель. Здесь есть у меня синап, чили-би, кандель-синап, потом розмарин, козы-баш, да, это овечья голова. Но это очень редкий сорт, в Крыму его может один-два есть, нет. Ну, в общем, у нас он есть уже теперь здесь. Наверное, крупные плоды, да? Да, крупные и, ну, устойчивые, как бы, морозостойкие. Очень важно. И чисто крымские. И чисто крымские, их нет нигде. Это вывели еще при Семиренко. Книга у него, даже в книге, есть именно про хозы-баш записи. Каждое дерево надо по-своему обрезать. Если он колоновидный, то вы его никак не можете кустить, не сможете. Все равно он будет мучиться и тянуться вверх. Вот, видите, я отпускаю основной ствол вверх, а потом бока по возможности увожу в сторону, чтобы плоды видели солнце. Вообще, в Крыму было раньше вот так. Это еще, скажем, и при Екатерине, и так. Люди на свое яблоко даже приходилось, вот они одевали бумажку со своим именем. Или, скажем, там какой-то цифры. С длинзелем каким-то. Да, вот одеваешь, и уже когда яблоня созревает, но это не прям со света, это уже с созреванием. И вот остается твоя эмблема на яблоке. Все. Это уже говорит о том, что вот этот человек именно сделал это яблоко. Вот вредитель. Видите, это наши зайчики. Именно хорошо, хоть не из корня, они его откусили. А вот там вот мыши. Уже прямо корневую часть. Вот, видите, что делают? Вот, обгладывают. Это уже мыши, но здесь еще, скажу, не очень. А есть деревья уже, вот их я все по новой посадил. Это именно мыши и зайцы. Вот это все новые саженцы. А что же охранники собаки? Собаки? Собаки делают то, что когда ты рядом. А так они ничего не спят. Если ты есть, они вон будут гавкать. Здесь это не к тому, что вот взял, продал, там заработал. Но оно память. Есть тут и другие достопримечательности. Кроме того, что вокруг и сами по себе места очень живописные, наш герой к ним добавил оранжерею и расчистил старый заброшенный пруд. Это история немножко уже прошлого, давняя история. Это после того, как уже здесь как бы эта фирма оказалась моей, а здесь тонули, ну, еще при колхозе трактора тонули, скотина тонула. Пришлось это выгребти, ну, сделать дамбу. Ну, и чтобы и польза была от нее. Чего зря вода просто здесь сочится. Ну, получился остовок. У меня по голове больше ста голов летом, сами понимаете. Поэтому они полностью туда залазят, чтобы в жаркое время остудить. Я представляю, когда жара плюс 40 в Крыму. Да, да, да. Ну, вот для этого. Ну, и рыбка водится, конечно, ее так. Летом в основном она прячется, ее в жару и в холод. А так рыбачим. Основной это достопримечательность – это красные пещеры. Это вот и водопад здешний. Здесь вот этот Салгир, начало берет Салгир. Ну, туда дальше Курганславы, Плата. Здесь дорога есть, которая, можно отсюда попасть, например, и туда генеральские. Люди как бы тоже все устают. Ну, мне в голову, думаю, надо сделать такое, чтобы человек немножко хотя бы мог себя почувствовать, что он еще есть на этом белом свете. Собрал вот это сооружение. Ну, и знаете, если честно, оно дало то, что я думал. Потому что те, кто, скажем, не особенно приветствовали сюда приезжать в зимнее время или же, наоборот, там какое-то холодное время, сразу всем стало интересно. И приезжали здесь уже даже, приехал человек, ну, знакомый, неважно, кто угодно. Ты быстренько руки помыл, пришел здесь, чай, кофе попил как бы. Вот здесь теплые полы, люди, правда, это все, когда почистишь. Они здесь у меня и лежали, прям на полу, мастер-классы свои проводили. Ну, вот так это и забрали. Посадил инжир, вот гранат, вот розы. Здесь, вон там у меня лимоны были, поломали все, как бы иногда просятся свадьбу сделать здесь или еще что-нибудь. Слушайте, инжир очень большой, это вот он вырос с тех пор, это когда вы посадили? Ну, ему уже, наверное, лет 7-8. Ну, дерево... Не, он растет быстро, это же сорняк, считайте, это сорняк он. Самый вкусный сорняк, который я знаю. Да ну, вы придите, его собирать некому. Все шарахаются от него. Сначала, ой, покушали там вроде бы, а потом уже как масса войдет, а он же тоннами. Здесь ходить нельзя, вот такой слой клея, вот этот инжир, он же сладкий, вязкий. Вот, только отмыли вчера. Вот, все. У вас даже розы сейчас цветет. Розочка, да, расцвела. Да, они все цвели, вот сейчас опять будут цвестись. Немножко пахнет, да. И все это для того, чтобы была возможность найти спокойствие и отдых после трудного рабочего дня. Ведь именно в такие минуты каждый понимает, из каких деталей состоит его счастье. С женой здесь мы познакомились, уже дети. Здесь тоже у нас родились двое дочерей. Одной уже двое внуков у нас. Одна еще вот недавно, малой, в прошлом году замуж вышла. Маленький есть. Ну, все как бы идет своим чередом. Ну, это уже... Сюда на ферму приезжают малые? Приезжают, конечно. Стараются, помогают. Но вникать никто особо не хочет. Понимают, что если я этим не буду заниматься, они не потянут. Вы в город не хотите? Не, ну, в город, когда я захочу, я быстро туда попаду. Вы знаете, если честно, если пройти такое... А город для меня что это такое? Ну, я не вижу там ничего такого, чтобы было там так хорошо. Например, я в городе не выдерживаю больше часа. В деревне все хотят жить отдельно, красиво, но хотят еще в городе работать. Вот и все. Здесь у нас, конечно, неплохо в деревне жить. Троса, троллейбусы ходят, автобусы ходят, город рядом, а луж-то рядом. Но до нас же уже не деревней называется, наверное. Не, жалеть как можно? Жалеть не жалею, изменить бы, конечно, хотел. Изменить бы не по отношению к себе, а в общем, в жизни наших людей, вот, кто живет в Крыму. Дать людям возможность работать. Как было, может, примерно, не совсем как в Союзе, но чтобы люди могли трудиться. Были, чтобы фермы, раз это село, хотя бы минимум. Чтобы люди нормальное молоко пили. Это возможные вещи. Земли-то хватает. Все зависит от того, как ты воспитан и как ты вырос. Если у тебя счастье слетать на Луну, ну, это как ты его изменишь? У другого счастье просто прийти, порыбачить, заработать на кусок хлеба, другое счастье. Не знаю, я это такие громкие вещи, я боюсь что-то говорить. Ну, вам что нужно для счастья? Мне для счастья нужны чистые улицы, чтобы человек мог спокойно к тебе домой заехать. И ровно так же выехать, потом приехать к себе на работу, чтобы отработать там, чтобы это ценилось. И всего лишь, и может когда-нибудь себе позволить какой-то отпуск. Вот все счастье. И, конечно же, дети, семья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok